Я в Бразилии. Я делаю побои на Челябинске и Константину. Это мой оппонент. Ты мой друг, ты не мой друг, брат. Ты мой оппонент. Не плачь, мама вернется, вот. Я Андрейцев Константин, представляющий бойцовский клуб ФЕРМ. Готов показать 29 августа красивый и зрелищный бой. Субтитры сделал DimaTorzok Константин Андрейцев и Фабиум Маранчжо. Плавный бой сегодняшнего вечера тяжеловес. И как ты говорила, Ирина, халф носит такой прозвищи халф. Окей, внешне похож. Но сейчас посмотрим, что умеет ли он перенести все то, что сказано о нем было ранее и выше. Непосредственно на сам поединок. Халку будет сегодня противостоять Константин Андрейцев, россиянин. Итак, погнали. Финальный поединок сегодняшнего вечера. Бой тяжеловесов. Бразилия против России. Андрейцев в темно-синих шортах с бело-красными вставками. И бразильц работает чисто в черном шортах. Втыкает левую переднюю навстречу. Попытка ответить лоу-кик. Вот бразильцев. Классическая такая артитакция здесь стойки. Бразильца даже не напрягает рекорд Клейцева. Он уверен в себе. Но как бы его уверенность не была прекрасной. Айкики ответ справа от россиянина. Хороший размет сейчас. Да, заморозгал кровотечение. Пошло. Там, по-моему, что-то с носом. У бразильского бойца так задышили три фруса. Как мне кажется, не слышал вашу покорность. Да, неужели нос сломался? Какой бывает. Это бои, друзья. Да, потек нос. Сильнейшее кровотечение. Достаточно туда сейчас попасть пару раз россиянин. Для того, чтобы все это превратилось в то, чтобы рефери в клетке подозвал. Врача. Да, так и происходит. Сейчас по нейтральным углам разводят бойцов. И приглашается врач в клетку, который сейчас осмотрит бразильца. И примет решение относительно продолжения. Да, серьезное кровотечение. Такое ощущение, что у него не просто капля, а прям как из ведра полилось из обеих ноздрей. Но Андрейцев хорошо попал. Причем вот тот самый размен, о котором мы говорили. Там был хайкик в голову от бразильца. И при этом Андрейцев попал навстречу. Попал настолько точно, насколько это только возможно. Теперь у него прозвище будет снайпер. Челябинский. Челябинский снайпер. Ну, неплохое прозвище, соглашусь. Но посмотрим сейчас. Будет ли продолжен поединок. И если да, то насколько долго хватит сил и мужества бразильскому профессионалу для того, чтобы продолжить. Действительно, очень серьезное кровотечение. Пытается рефери сейчас помочь бойцу его остановить. Я думаю, что сейчас в том числе медицинская бригада поднимется в клетку после соблюдения всех правил дополнительной безопасности перчатки. И да, вот сейчас будет оказана как раз таки ему помощь. И посмотрим, какой вердикт вынесут доктора сегодня, кстати говоря, уже однажды повлияли на ход поединка. Доктор Стопович мы уже наблюдали. Именно поэтому рискуем сейчас второй раз стать свидетелями того, что бой будет установлен досрочно по рекомендации медицинской бригады. Я надеюсь, что Фабио не лишит нас главного боя, главного зрелища, тем более это тяжелый вес. Да, готов продолжить, но посмотрите, как заметно тяжело вас дышит. То есть, видимо, носовая перегородка дает о себе знать. И, соответственно, дыхание только через рот в данном случае. Это крайне проблематично по такому бою. Константин совершенно спокоен, он готов к продолжению боя. Его нисколько не смущает эта ситуация, которая в его пользу выборачивается. Да, прекрасно понимает россиянин, что сейчас в случае продолжения необходимо будет еще и утвердить, что называется, окончательную точку поставить. И раненый зверь опасен в войне, как известно. Поэтому, как мне кажется, бразильский халп может и попытаться зарядиться на тот самый лаки-панч. Почему бы нет? У спортсменов есть такая особенность. То есть, если почувствуешь кровь, то начинаешь завереть и становишься более агрессивным. Я думаю, это про Константин Андрейцев. И так, отлично. Будет продолжение у нас сегодняшнего поединка. Мужественный бразильский боец принимает решение продолжить. И вот сейчас вновь бойцы в стойке. Продолжаем наблюдать за первым раундом главного боя сегодняшнего вечера. Тоже такой фронт-кинг бросает бразилец. Не попадает на ногах. Очень хорошо и уверенно чувствует себя россиянин. Ту дистанцию, которую пытается сократить бразилец за счет работы. Спокойно нивелирует и продолжает делать свое. Поддавливает и ищет момент для контратаки. Хороший лоу под переднюю ногу. Попытка выбросить джеб. Но проблема бразильца в данном случае это то, что он не сдваивает и не страивает свои комбинации. То есть заряжается на один удар. При этом проваливается. Его сейчас пропускает колено. Хуайи, так называемая, разворачивает клетки. Очень опасная ситуация здесь, в том числе и вблизи нашей комментаторской позиции. И очень хорошее продолжение этого боя. Казалось бы, вот сейчас точное попадание и все. Но нет, бразилец, мало того, еще и отвечает. Очень опасный контрит. Для меня всегда самое удивительное, когда объявляют бразильца и говорят, что он чемпионом мира и все мастер по грэплингу. Мы не видим ни одной даже попытки перевода в партер. А вот, может быть, знаешь, как это часто бывает в случае с бразильцами. Они так умеют очень это здорово скрывать. Все они, конечно, власть из черного пояса, плавно по бразильцу. Это по умолчанию опция, которая с каждым, мне кажется, файтером из Бразилии приходит. А вот что касается грэплинга, туда. Пока бой целиком и полностью проходит стойки. Ни намека на тейкдаун. Вообще классно пробивает по этажам. Не зацепляет слева. Есть правое попадание. Трещит по швам восьмиугольник. Сокрушительные удары россиянина нарушают конструкцию. Но это быстро устранится сейчас. Достаточно просто будет захлопнуть. Это такой горячий у нас главный бой. У нас просто уже клетка в хлам разлетается. Да, действительно, тяжелые ребята. Тяжеловесы именно поэтому все здесь может быть. Итак, продолжаем. Первый раунд главного боя России против Бразилии. Фабио Моронжо против Константина Андрейцева. Такое ощущение, что после потрясного удара Константина Фабио только имитирует, что он хочет сильно ударить. Но на самом деле прям очень видно, как он побаивается ответных ударов. Размена со стороны Константина. Это да, но при этом вот от травмы носа, которая в самом начале боя случилась, не позволяет ему полноценно дышать. А дыхание по такому поединку и вообще в принципе по бою это залог успеха. Это и дополнительные в том числе ресурсы. Откуда их брать, если нет кислорода, если нет воздуха? Я припоминаю его бой с Михаилом. В принципе у Фабио это нос, это его больная вообще точка. Ахилесова пита, халка? Походу да. Там ему точно так же разбили этот нос. И в принципе там бой завершился досрочно. Здесь пока еще он просто, по моему мнению, выживает. Не форсирует ситуацию «Россиянин». И пока готовит код-удар, ему при этом очень неплохой сейчас мидл-кик. Бразильский классный полуапперкот, капа влетает. Это капа «Россиянин». Он тут же сам ее подбирает, для того, чтобы не расплескать то самое драгоценное время на попытке пойти на добивание. И вновь хороший размен. Очень жестко слева попадает. Правый полу снизу, полу сбоку пришелся по защите. И последние секунды этого раунда. Вновь левым укороченным встречает Андрейцев. Халк выбрасывает левый боковой по воздуху. Истекая кровью, бразильский боец все-таки доводит дело до паузы в первом раунде. Итак, друзья, мы посмотрели с вами стартовые 5-минутные противостояния тяжеловесов. Константин Андрейцев просили фаве в Маронжо. После травмы, полученной бразильцем в самом начале, то есть, по всей видимости, сломан нос. Обильное кровотечение. Бразильец умел оставшуюся часть раунда выстоять. И пару раз очень неплохо ответил по размене. Но при этом, как мне кажется, и согласится ли со мной моя прекрасная соведущая, что российский боец не форсирует и делает ровно то, что от него нужно. Имеется в виду, работает на контратаках и ищет момент для завершения. В концовке такой момент у него будет. Да, он выжидает, он ждет удобного момента, чтобы нанести именно тот потрясающий удар. Видно, как он хочет его натутировать и поэтому где-то пережидает. То есть, не идет наражен, он понимает, что у него уже есть огромное преимущество. Он переигрывает его на руках. В борьбу бразилец не идет. Но я думаю, проблем у Гристосина с этим нет. Итак, у нас все готово к началу второго раунда. Главного боя сегодняшнего карта NGL New Generation League. Константин Андрейцев, Фабио Маронжо. Стартовала вторая пятиминутка. Напомню, что регламент боя три раунда по пять минут без возможного экстра-раунда, но с учетом ничьей. Хороший джеб на встречу. Так в разрез прошел, то есть попытался опередить бразилица-россиянина. Затеял комбинацию. Но вот этот вот джеб, который передней рукой нанес, помешал, сбил с прицела Константин. Мы видим, как у Константина уже нога потрясневшая до лоу-киков, но судя по нему, они его вообще не напрягают. Да, стойку не меняет, по-прежнему работает в левосторонней стойке, но и при этом, как и верно заметила, что комфортно себя чувствует. Передняя нога работает, уходит с линии. В общем, несмотря на визуальное, как казалось бы, такое повреждение, все в порядке. Да, Халк набрасывается вот этим левым укороченным, но готов к этому Константин, и готовит свою атаку. И вновь разбит. Классно взял спотвордом и пытается добить за счет Ханерфиса. Два удара прошло. Спасается бразилиц. И через блок попытался написать их с правой. Россияне, кстати говоря, ему удалось, но при этом бразилиц феноменальную структуру сдемонстрировать. Ну, как-то любые бразильцы, мы об этом и говорили, начали трансляции, не для красного словца. Бразила — это те ребята, которые очень стойкие и очень мощные. Взять хотя бы то самое легендарное противостояние Фабрису Вердуму против Федора Емельяненко. Ведь это классика жанра. В том плане, что бразильцы крайне непредсказуемые, очень хитрые ребята, и при этом очень и очень стойкие, выносливые. Посмотрите, сейчас кровавое мясо просто на лице оппонента из Бразилии, и он по-прежнему опасен. Вот какое попадание, но... Нужно добивать, добивать. Нужно добивать, но в противном случае здесь рискует Константин затянуть все это дело. Опопаивается он лезть в партер к нему, мы видим. Но здесь уже можно добивать, нужно даже. Да, идет серия добиваний, все, и бой остановлен, победа техническим нокаутом во втором раунде. Ну, право, Константин Андрейцев, молодец. Ну и, конечно же, мы отдаем должное Фабеу Моронжу, который феноменальные чудеса стойкости продемонстрировал. И с разбитым лицом, но с гордостью и с высоко поднятой головой может сказать о том, что в данном случае он проиграл только лишь в данном бою. И отметим дань уважения от Константина, он пожал руку Фабио, он ему сказал наверняка какие-то хорошие слова, дружеские. Оба ребята воины, и здоровья Фабио, и дальнейших успехов Константину Андрейцеву. Да, совершенно верно, подписываюсь под каждым сказанным тобой словом. Появляются в октагоне сейчас все официальные лица, в том числе наставники Константина Андрейцева, его секунданты, в том числе наши со-комментаторы по ходу сегодняшней трансляции. Это Ахлет Магомедов, Магомед Кобра Магомедов. Ну и собственно говоря, сейчас мы с вами будем наблюдать церемонию, в том числе награждения, но и объявление победителя. Куда без этого? Я думаю, компания НЖМ должна оплатить Фабио, и он был за однозначно. Это да. Победу техническим нокаутом во втором раунде одержал боец красного угла клетки Константин Андрейцев. Итак, Константин Андрейцев одерживает победу техническим нокаутом Константин Андрейцев. И побеждает в этом главном поединке вечера в драме турнира НЖМ промоушен. Итак, слово победителю. Хочу всем сказать большое спасибо клубу ФЕРОМ за то, что дали возможность организатору Лиги НЖМ. В общем, всем спасибо, кто переживал, болел. Спасибо. Друзья, аплодисменты. Скромный, не многословный парень, но я думаю, он доказал все делом. И еще слов больше дел. Совершенно верно. Все было доказано здесь в периметре восьмиугольника. И одержанная очень важная. И нужная победа, которая позволит Константину Андрейцеву начать, будем надеяться, уже победную серию. Длительную. Ну а сегодня он одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Павел Моронжоу. Касаемо эфира, сейчас мы с вами смотрим церемонию награждения. И по всей видимости будем прощаться сейчас с нашими уважаемыми дамами и господами. Да, друзья, большое спасибо, что были сегодня с нами. Мы посмотрели с вами Нью Генерейшн Лигу, турнир, который, будем надеяться, будет носить регулярный характер. Смешанное боеводиноборство, как и спорт, возвращается, в том числе на экраны телевизия. И мы будем радовать вас, будем надеяться, все чаще и чаще. Спасибо, что были сегодня с нами. Вместе с вами за ходом этого турнира наблюдал коммендатор Константин Устьянцев, а также его помогали в этом Ахмет Магомедов, Магомед Магомедов, Давид Закарян и прекрасная Ирина Алексеевна. Всем удачи, большой привет, любите спор. Счастливо, всего хорошего.